Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня очередное занятие Университета рабочих корреспондентов. Тема занятия «Повышение производительности труда и профсоюзная борьба». Лекцию читает делегат Российского комитета рабочих Дмитрий Юрьевич Шилов. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые товарищи! Тема такая, в общем, достаточно актуальная на сегодняшний день. Все мы знаем состояние нашей экономики, слышим об этом. Из средств массовой информации, что, в общем-то, новости такие, что там предприятие закрылось, значит, там, значит, зарплаты маленькие, значит, не хватает денег. Все это мы чувствуем на себе. Ну, в общем-то, это объясняется тем, что политика нашего государства в экономике долгое время была под таким девизом, что ничего нам не надо, все мы купим. Вот, за границей, вот, ничего производить особо не нужно, ну, вооружение, да, значит, это наше все, да, вот. И, а так вот все, все купим, да. Ну, и вот до чего мы дошли, что, значит, предприятия разорены, вот, вот эта компания, да, там, Чубайс, да, и прочее, вот это, значит, экономисты довели, да, до этого самого, да, ну, нашу страну, вот, в таком состоянии, что, в общем-то, живем за счет ресурсов, да, продажи. Продажи нет, газ, ну, в общем, ни для кого это не секрет, вот. Вот, ну, времена меняются, вот, значит, империалисты, мировой капитал, значит, наступает на пятки уже, и, в общем-то, вот, тоже последнее событие, значит, говорят о том, что так дальше жить нельзя, что нужно эту ситуацию менять, и сейчас это начинают понимать и верхушка, вот, и правительство, что пахнет жареным, вот, что, значит, дальше так уже далеко не уедем, вот. Вот, поэтому заговорили, заговорили о производительности труда, вот, и о росте экономики, вот, ну, а вот рост экономики, это, вот, в первую очередь, как раз-таки, вот, значит, увеличение производительности труда, ну, как еще можно, чтобы экономика росла, ну, там, мы не говорим там про всякие эти спекуляции, там, и так далее, вот, это, ну, мы не пузыреете, вот, то есть, это производство, то есть, залог развитого крупного, значит, государства, имеющего вес, да, экономики, мировозь, которым считается, это, значит, крупное, развитое машинное производство, вот, ну, и, соответственно, развитый рабочий класс, вот, а 30 лет, значит, мы деградировали, вот, в этом плане, рабочий класс деградировал, вот, сейчас вот приходится пожинать эти плоды, вот, что не хватает, кадров, не хватает рабочих, квалифицированных кадров в производстве, об этом и президент уже говорит по телевидению, и все мы это понимаем, вот, и вот эти байки, да, о том, что, там, не нравится, там, уходи, да, вот, на твое место еще там за воротами стоит, вот, сейчас это не работает, и все уже это понимают, и рабочий класс начинает это тоже понимать, что все это сказки, ужасные сказки, то есть довели рабочих до того, что уже рабочий класс, ну, как бы, квалификации такой нету, да, достаточно, чтобы обеспечить обороноспособность страны, целостность нашего государства, вот, нашу личную безопасность каждого и всей страны, то есть вопрос уже так стоит, что идет война со всем западом, да, коллективным, вот, спецоперация, да, она называется, ну, она поэтому и называется спецоперация, что тут дело не просто, там, конфликт какой-то украинский, да, вот, тут все серьезно, и поэтому требование времени, да, такое, что нужно увеличивать производительность труда, ну, я как рабочий, вот, я, там, вот, и дела буржуазные, как бы, там, свои проблемы, да, у них, вот, как это сделать, там, вот, там, инвестиции, там, кто-то говорит, ну, это тоже все это чушь собачья, это же, инвестиции, это, опять же, это иностранный капитал будет здесь, да, ну, верховодить, ну, тем более такое время, вот, то есть это не пойдет, вот, значит, ну, наше дело рабочее, да, то есть наша сторона, вот, рабочего класса, что мы можем в этой ситуации, как поучаствовать, вот, значит, при, ну, в этом процессе, да, увеличение производительности труда и тем самым добиться того, чтобы рост производительности труда обеспечивал наше развитие, как рабочего класса, вот, 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 в такой ситуации, да, вот, ну, значит, ситуация, ситуация какая на производствах, значит, оборудование старое, в основном это, ну, ну, в основном, ну, во многом, да, еще это задел советский, вот, ну, и капиталисты тоже пользуются этим еще до сих пор, едут, да, на том, что, значит, создали наши, ну, родители, там, дедушки, бабушки всей страной создавали средства производства, вот, ну, и это тоже объясняет тоже, ну, как-то, что вот эту инертность, вот, то есть, пока это работает, ну, а зачем что-то, что-то менять, если прибыли так сумасшедшие, значит, зарплаты, значит, зарплаты маленькие, рабочего, рабочего класса, вот, ну, то есть, но сейчас вот необходимо, значит, это все менять, и поэтому, поэтому задача рабочего класса, вот, в этой, значит, сфере, организовывать борьбу за внедрение новой техники, вот, потому что, если производительность вырастет, то при должном участии, да, рабочего класса в этой борьбе, да, в выдвижении требований, значит, за роста производительности труда, появится возможность, значит, и повысить себе зарплату, потому что растет производительность, растет прибыль предприятия, ну, соответственно, ну, вопрос о зарплате сам собой, как бы, это, ну, возникает, вот, вот, и тот момент такой положительный сейчас тоже, вот, что, что, в общем-то, в этом заинтересованы все, в росте производительности труда все, и капиталист заинтересован прибылью всегда, увеличение прибыли, значит, и население тоже, рабочий класс, вот, на своем предприятии. Ну, я, правда, слышал иногда такие разговоры, ну, что, вот, вырастет производительность, поставят там какие-то линии, станки и повольняют нас, рабочие, ну, так, некоторые, ну, несознательные, как скажем, рабочие, ну, от непонимания, да, что, ну, в принципе, в этом тоже есть какая-то вероятность, доля правды в таких рассуждениях, что, если, если не бороться, если не выдвигать комплексные требования, да, за сохранение рабочих мест, это очень важно, вот, при росте производительности труда всегда есть соблазн у работодателя, ну, оптимизировать, как это называется сейчас, оптимизация, вот, оптимизировать, значит, рабочие места, процесс, вот, и, да, действительно, такая есть вероятность, что, значит, рабочих могут сократить. Поэтому параллельно с требованиями, значит, увеличить производительность труда необходимо выдвигать требования и о сокращении рабочего времени, да, и использование его для обучения, вот, ну, то есть, рабочее время будет сокращаться, то есть, это объективно, если растет производительность, да, то и растет, и сокращается общее время свободное, вот, но другое дело, как его использовать, нужно добиться того, чтобы это время сокращалось в интересах работников, вот, ну, прибыль – это прибыль, там, понятно, это все, как бы, капитализм, ну, от этого, это самое, сразу так не избавишься, вот, это, ну, есть, вот, это самое, но плоды – это научно-технического прогресса, внедрение вот нового, новой техники должны пользоваться этими, ну, благами должны пользоваться и рабочие, и, ну, все, вот, потому что, ну, это, получается, чудовищная несправедливость, если эти прибыли, ну, во-первых, они уходят непонятно куда, это, ну, вред, вред государству, вред, значит, вообще процессу, вот, я уже не говорю, там, про амортизацию, да, вот, то, что разрушается, производство разрушается, деградирует, не обновляется ничего, вот, ну, оно, может быть, обновляется, ну, не такими темпами, как это необходимо сейчас, как хотелось бы, вот, для, ну, для победы, то есть, ну, вопрос-то сейчас такой серьезный, вот, то есть, поэтому, поэтому он сейчас вот так вот обострился, вот, ну, и, то есть, я хотел сказать то, что вот этот, да, момент такой, что, в принципе, у нас с капиталистом сейчас есть общий интерес, то есть, это, ну, тоже плюс, да, для рабочего движения, что не нужно выступать в лоб, как бы, да, вот, там, вот, мы, якобы, требуем вот только для себя, да, дайте нам, там, от прибыли, да, часть, ну, это самое, ну, они, когда такая, значит, такое требование, да, поступает, то, естественно, ну, это вызывает такое отторжение сразу, вот, в лоб, когда, да, наступать подбородком, то есть, это, ну, такая тактика, учитывая то, что рабочее движение сейчас не на подъеме, вот, ну, это приводит чаще, чаще к неудачам, потому что, ну, из-за слабости рабочего движения, значит, эти организации зачастую подвергаются, ну, такие неразвитые, да, там, несколько человек, там, что-то начинают, вот, значит, требовать, вот, то есть, это часто, да, терпит неудачу, потом это сказывается на всем рабочем движении, ну, негативно, вот, а вот именно выступление за рост производительства труда выгодно работнику, и, ну, против этого никто не будет, никто не будет против выступать, да, со стороны администрации, вот, наоборот, такая есть установка сверху, вот, на увеличение продукции, значит, это требование времени, поэтому мы выступаем за, в общем-то, за производство, вот, за, ну, наше дело правое, то есть, ничего тут не попишешь, никто не может сказать, что мы против производительности труда, ну, какой нормальный человек это будет, это сам против выступать, ну, вот, и так вот, на этой волне, да, другие требования, да, мы не снимаем с повестки дня, то есть, ну, вот, в этом, в этом свете это становится так более, более позитивно, так, и прогрессивно, да, вот, наше, наше, такое выступление, да, вот, значит, необходимо, необходимо эти, это требование включать в коллективные договора, вот, то есть, контролировать, профсоюзы должны контролировать, значит, выполнение, выполнение этих требований, то есть, комиссии создаваться, то есть, включаться, включаться, профсоюзы должны включаться в эти комиссии по закупке, значит, оборудование нового, вот, оно должно быть новое, то есть, ну, ну, не будет же покупать тот же, тот же станок, да, который, который там, ну, пять лет назад там, да, вот он был новый, да, значит, прошло там пять лет, десять лет, и покупать такой же станок же, прогресс же идет вперед, и вот, как вот можно, например, там компьютеров, да, вот те компьютеры, которые были десять лет, сейчас уже они, ну, вообще не актуальны, такая техника, вот, ну, так же и с, так же и с оборудованием промышленным, тоже, в общем-то, все это двигается вперед, поэтому, вот, значит, профсоюз тоже должен это контролировать, вот, эти закупки, то есть, включать, включаться в эту, значит, в организацию, рабочие, рабочие должны участвовать в этом, организации, вот, ну, оборудование должно быть безопасным, конечно, то есть, тоже это все надо, надо контролировать, необходимо, вот, значит, важный момент, что высвобождение, то есть, рост производительности труда ведет к высвобождению свободного времени, вот, то есть, это и подразумевает повышение квалификации работников, то есть, новое оборудование, современное, производительное, вот, то есть, обучение, обучение обязательно, то есть, есть законы, вот, по которым работодатель обязан предоставить, значит, необходимое обучение, обучить работника, вот, прежде чем его допускать к новому оборудованию, также оно должно быть, значит, ну, соответствующим образом сертифицировано, там, рабочие места должны быть оттестированы, вот, то есть, проведена солод, вот, в определенные сроки, то есть, все это надо контролировать, вот, со стороны, ну, вот, рабочих, я, потому что, ну, мы сами, сами работаем на этих станках, мы больше всего и заинтересованы, чтобы все было, ну, безопасно, прежде всего, вот, и, ну, производительно, вот, и не тратился наш жизненный ресурс напрасно, вот, это тоже очень важно, потому что работодатели сейчас подменяют понятие производительности понятием интенсивности труда, вот, я же помню такой случай, это начальник подходит, ну, делает обход, там, это, очередной, ежедневный, и, прям, так, говорит, интенсивнее, интенсивнее надо работать, вот, ну, это, то есть, быстрее, быстрее, да, руками шевелить, быстрее, да, ну, а чего, ну, как бы, понятно, он-то прошел, там, да, сама, вот, и, значит, пошел, там, кофе пить, вот, а если интенсивнее, да, человек работает, вот, и, как бы, он интенсивнее вырабатывает свой ресурс, вот, поэтому это недопустимо, конечно, вот, в таких условиях, да, и так нагрузка огромная, вот, предприятия сейчас работают и по три смены, да, оборонные, ну, такие, значит, слышим примеры, вот, ну, что касается нашего предприятия, ну, как бы, по большому счету, я такого пока, а, нет, знаете, вот то, что у нас, раньше, да, у нас была, там, организация одна, да, там нас перевели, да, реорганизация произошла, вот, и сейчас, сейчас, вот, люди чаще, да, чаще стали выходить в выходные дни, то есть, ну, это связано с падением уровня заработка, ну, рост цен, да, инфляция, вот, и, ну, и ухудшение тоже есть, то есть, у нас есть ухудшение, да, то, что раньше у нас был оклад, вот, а теперь нам сделали почасовую оплату, вот, есть тарифная ставка часовая, вот, это заметно, особенно заметно, когда, вот, там, праздничные дни, да, вот, то есть, раньше это праздники были наоборот, как бы, ну, жирные месяцы, там, да, если, как бы, ну, то есть, час, час стоил больше, как бы, да, часов меньше, а получалось, что час больше стоил, а сейчас час фиксированный, поэтому это тоже сказывается, ну, вот, я просто вижу, вот, как, вот, раньше меньше выходили, да, вот, ну, там, год назад, сейчас, вот, прям, так, это сам, активно, да, вот, люди работают, ну, и потом тоже хочется сказать еще, вот, то, что люди-то у нас, в общем-то, ну, трудолюбивые, вот, ну, хорошие, хорошие люди, рабочие, вот, заинтересованы, там, вот, чтобы наша страна развивалась, хочется, как-то, ну, что ли, вклад свой унести, начинают работать, ну, больше, да, стараются, там, вот, повысить, как бы, продукции, да, количество, вот, ну, вот, опять же, от незнания и непонимания, то есть, ущерб себе это происходит, а это, это печально, вот, что надо понимать, вот, это, что, что, вот, просто интенсивность, ну, это, это вредит, то есть, это вредит и производство вредит, и нам вредит, вот, и в конечном итоге и на прибыль тоже это сказывается, потому что, потому что это ведет, вот, может быть, какая-то сиюминутная, да, будет выгода, да, для предприятия, если люди, там, будут перерабатывать, быстрее работать, но это в перспективе, в недалекой перспективе, это уже и приведет, может приводить к больничным, там, травмы, травматизм на производстве, вот, у нас тоже были случаи, нам тоже принесли, что, это сам, ознакомиться, да, вот, что был случай на заводе, что человек потерял сознание, там, и, ну, травму получил, попал под этот самый станок, короче, ну, в общем, это сам, нас, ну, ознакомили с этим, ну, опять же, а это самое, какие-то меры, вот, чтобы там какие-то, просто ознакомили, да, вот, принесли, ну, это сам, ознакомиться, а что сделано, да, чтобы, чтобы такого не было, вот, где это, ну, кто это должен делать, а профсоюзы должны это делать, потому что, ну, кто ещё заинтересован, вот, ну, потом это, вот, мы же сами, рабочие, знаем, как, как это лучше, да, процесс, процесс труда свой улучшить, да, какие-то, внедрить станки, то есть, вот, мы должны тоже принимать в этом непосредственное участие, вот, обсуждение, значит, моментов, которые улучшат, могли бы улучшить, вот, производство, получить производительность труда. Значит, ну, вот, Российский комитет рабочих, где я, вот, имел честь быть, 18-го, 19-го марта, да, прошёл, вот, где-то, вот, вопрос активно обсуждался, выступления были, очень хорошее выступление, в общем-то, радует, что этот вопрос волнует, волнует рабочих, и, в общем-то, как, ну, то есть, больше всего в этом рабочие заинтересованы, вот, в росте производительности труда, потому что труд должен быть квалифицированный, безопасный, как я уже говорил, вот, и, в общем-то, вот то, что, вот, класс, да, рабочий класс у нас огромный, огромная численность, вот, там, миллионы, 20 миллионов, говорят, промышленности рабочих, да, но, вот, таких вот мероприятий, я не знаю, не слышал где-то, чтобы вот собирались, собирались представители коллективов, думали, как лучше обустроить свой труд, свой быт, вот, это очень-очень важно, потому что есть союз предпринимателей, там, как бы, профсоюз капиталистов, они здесь регулярно собираются, там, форумы проводят свои, это экономический форум, вот, был недавно, вот, ну, поговорили, я не знаю, какой результат есть от этого или нет, ну, по крайней мере, он есть, они собираются, вот, обсуждают, вот, также и мы, рабочие, тоже имеем такую возможность приехать, обсудить, выработать план постановления, вот, ну, постановление, вот, по этому вопросу я бы хотел, вот, пройтись по постановлению, да, что, вот, что мы коллективным сознанием и совместно с творческой интеллигенцией, ну, как творческой, ну, в смысле, ну, интеллигенцией, да, в интересах рабочего класса, которая помогает, вот, консультанты, наши, уважаемые, помогают нам выработать план действия, вот, потому что, ну, самим, самим до такого, вот, подняться, рабочему трудно, вот, самому додуматься, да, до того, что нужно, чтобы, вот, как организовать, вот, производительность труда увеличить, вот, это уже, ну, вопросы такие научные, вот, поэтому, поэтому действуем сообща, вот, и я зачитаю, наверное, просто постановление, да, вот, ну, если, может, по ходу, да, что-то еще прокомментирую. Постановление Российского Комитета Рабочих борьба профсоюзной организации за повышение производительности труда на предприятии в интересах рабочих. Российский Комитет Рабочих констатирует, что повышение производительности труда – основа развития производства и улучшения благосостояния рабочих. Следует различать рост результативности труда в единицу рабочего времени, то есть повышение его производительности, и интенсификацию труда, то есть рост затрат труда в единицу времени. Работодатели зачастую подменяют производительность интенсивностью, сокращая при этом штат работников, вынуждая оставшихся трудиться более напряженно. Повышение производительности труда может увеличить выпуск продукции лишь на непродолжительный период времени, после чего он снизится из-за увеличения частоты и длительности периодов временной нетрудоспособности, повышения травматизма на производстве, развития профессиональных провозаболеваний, снижения мотивации к труду, роста процента брака, повышенного выхода из строя оборудования в связи с ошибками эксплуатации и так далее. Да, вот это тоже нужно работодателю понять, что вот эта палочная система, она как бы неэффективна. Эффективная, это старая, замшелая тактика, стратегия такая. Да и потом сейчас не заставишь особо никого. Ну, так уже все свободно, это же не рабовладение, и не феодализм, чтобы так вот нас нагибать. Вот, то есть, ну, сейчас тоже вот рабочая, да, такая есть тоже тактика рабочего, индивидуальная, да, то есть, уходить с предприятия, ну, менять место работы, да, вот, то есть, когда совсем там прижмут, да, ну, пошел там, тем более сейчас вот оборонный комплекс, ну, можно сказать, сейчас начинает раскручиваться, поэтому, ну, есть такая возможность. Но я хочу сказать вот товарищам рабочим, что это, ну, тоже это несерьезно, поэтому, ну, во-первых, потому что посмотрят, да, в трудовой книжке, если человек, ну, часто меняет работу, как вот Летун, да, назвали раньше в советское время, тоже это характеризует. Вот, а потом, ну, сегодня там лучше, здесь лучше. Это, ну, по большому счету, там, плюс-минус, там, не сильно, небольшая разница, вот, а... Вот, а гораздо лучше сделать у себя на рабочем месте, на своем, бороться за свое, ну, то есть, это и уважение будет в себе, к своим товарищам, то есть, значит, ну... это, это, ну, польза для всего рабочего класса. Если, да и для всех трудящихся, как вот авангард, если рабочий класс начнет бороться, то это и врачам, значит, повысят, и так далее, то есть, если общий, да, уровень будет подниматься, да, заработные платы, то это для экономики очень будет хорошо. Рабочий класс, как главная производительная сила, больше всего и должен, вот, ну, должен осознать свою роль вот эту, что от него, от нас зависит не только вот наш личный, там, да, интерес, карман, вот, а и развитие страны, вот, развитие всего рабочего класса и также всего общества в целом, вот. Значит, основанием повышения производительности труда является замена основных средств производства на новые, более производительные. Своевременное обновление техники должно стать требованием профсоюзных организаций. Профсоюзная организация должна контролировать соблюдение работодателям нормативного срока использования оборудования, необходимо предусмотреть в коллективных договорах согласования профсоюзной организации решения о закупке и вводе в эксплуатацию нового оборудования. Внедряемое новое оборудование должно быть оценено профсоюзом с точки зрения безопасности для работников. Это для эффективности, для эффективного использования нового оборудования профсоюзам целесообразно добиваться развития коллективных форм организации труда, комплексных бригад, сквозных бригад и так далее. Профсоюзной организации следует требовать от работодателя, чтобы возросшая производительность труда приводила не к сокращению численности работников, а к сокращению рабочего времени. Для этого необходимо прописывать в коллективных договорах гарантии занятости работников в связи с ростом производительности труда, а высвободившееся время направлять на повышение квалификации и профессиональную переподготовку работников предприятия. Рост производительности труда должен приводить к росту благосостояния работников. С учетом падения жизненного уровня рабочих на протяжении нескольких десятилетий необходимо включать в коллективные договора положения об увеличении реальной заработной платы работников, темпом, опережающим рост производительности труда. Требуется согласование с профсоюзами норм труда. Смена оборудования должна идти одновременно с профессиональной переподготовкой, обучением работников. При этом обучение работников должно быть более широким, чем просто обладение новыми производственными знаниями и навыками и приводить к повышению культурного уровня работников. Рост производительности труда является неизменным следствием научно-технического прогресса. Но для того, чтобы воспользоваться его плодами, работники, объединенные профсоюзы должны отстаивать свои интересы путем коллективных действий. Вот такое постановление. Не убавить, не прибавить. Тут все четко, все правильно, грамотно составлено. В общем-то, что еще хочется сказать, что борьба – это нужная, необходимая сейчас в нашей стране. И обидно, что рабочий класс так прозябает, тратит свою жизнь, отдает свою жизнь, здоровье, силы производству, работодателю. И бороться – это, в общем-то, интересно. Вот такой момент еще есть, что изнуряющий такой труд на производствах, на крупных, однообразный, изнуряющий. То есть он выматывает, он приводит к такому унынию даже, может быть, к какому-то. И профсоюзная борьба – это же интересно, то есть это внесет какую-то новую веху в жизнь, то есть разнообразит этот труд, отупляющий, изнуряющий труд. То есть, ну, как бы я хочу это тоже донести, что участие в производстве рабочих – это интересно. То есть, когда дело пойдет, когда уже рабочие поймут это, что, в общем-то, все вопросы производства можно обсуждать их, решать. Сейчас многие даже не знают, что за коллективный договор, для чего это там что-то такое очередное, что-то там расписаться, и все. А на самом деле это наша конституция, можно сказать, нашего завода. Завод – это маленькое государство, тоже имеет свою структуру, свои отношения производственные. Так, ну, надо же улучшать это все, двигать вперед нашу. Столько времени мы отдаем производству, и хочется, чтобы это было все эффективно, чтобы процесс нравился, труд доставал. Ну, мы любим свою работу, и хочется как-то, чтобы это приносило тоже плоды свои, чтобы мы были хозяевами своего, результатов труда своего. Ну, а никто нам на блюдечке этого не даст, не принесет. Сейчас не социализм, когда государство заботилось, заботилось о гражданах, о населении. Сейчас, наоборот, только думают, как бы чего еще оттякать у нашего брата. Поэтому вот это тоже надо очень четко осознать людям, что, ну, что интересы, они где-то и общие, да, но огромная пропасть, вот, между классами, да, вот, капиталистом и рабочим классом. То есть, мы рабочую силу продаем, мы продавцы рабочей силы. Вот, все это как бы замазывается, затушевывается, вот, и еще вот на этом, на старом, на старой идеологии, да, вот на советской, вот вы, капиталисты, едут, да, на нас, что мы еще не понимаем, что начальство, это уже другое начальство, это не то начальство, советское начальство, которое думало, да, там, о производстве, да, вот, и о работниках, да, то есть, это сейчас больше думают о себе, о кармане своем, вот. Больше, больше, значит, премия себе, значит, взять с каждого по чуть-чуть себе, он больше будет, вот так. То есть, мы продавцы рабочей силы, мы должны цену свою, свои зарплаты сами регулировать, вот, устанавливать, ну, естественно, при росте производительности труда, вот. А ее тоже можно, ее можно ускорить, можно замедлить эту производительность, она не, ну, не, она растет, да, объективно растет всегда, ну, вот. Как это зависит от нас, тоже от нас, ну, рабочих, может быть, даже в большей степени от нас и зависит. Скорее всего, да, поскольку мы же работаем, все руками делаем, все мы, вот. так что, вот, товарищи, рабочие, в первую очередь, к вам обращаюсь, кто-то будет смотреть, что надо менять всю ситуацию, вот, то, что сложилось, вот, и мы можем это сделать, мы знаем, как это сделать, есть знания, есть партия рабочего класса, которая осознает наши интересы, их изучает, и нам их доносит, вот, то есть, наши вот, идеологи, вот, потому что самим нам трудно, без партии, осознать это практически невозможно, и даже, вот, экономическая борьба, вот, я не знаю, там, за границей, как-то, вот, они, там, требуют они производительности, труда увеличения, я думаю, что, ну, не знаю, честно говоря, но, мне кажется, вот, без партии до такого не дошли бы мы, до такого, уровня, вот, ну, наверное, на этом хочу закончить, да, спасибо, если вопросы, вопросов нет, есть, записавшись на выступление, товарищ Чижевский, пожалуйста, сначала, один маленький плюс, который я тоже поддерживаю, тактически, что нужно на внутри предприятия бороться за повышение квалификации, повышение технического уровня, и особенно молодежи, я вот 20 лет заикаюсь, там, у себя на своем НИИ, и заводе, 10 человек, там, которые меня окружают, и начальству, там, что-то говорю, но ноль эмоций, самое плохое, то, что сами рабочие, когда я говорю, что вот давайте через совет молодежи, там, через профсоюз, как-то попросите начальство, что давайте там техкурсы, ну и так далее, то, что и было, но отзыва нет, нам надо работать, там, зарабатывать, а это техучеба, ну и к чему, хотя это выгодно, ему же выгодно, в первую очередь молодежи, то есть вот это полностью я поддерживаю, и это, ну и очевидно, что это нужно, повышение квалификации рабочих, инженеров, и в первую очередь молодежи. Теперь по, как бы, внутреннему производству, производству техническому положению, что есть абсолютное непонимание, вот у нас она, связи науки с производством, значит, сейчас вот я работаю, ну там сколько, 33, наверное, года, во Всесоюзном НИИ радиоаппаратуры, института, завод, нас было 5000 человек, сейчас нас землю продали, перебросили на территорию завода Амуровский большевик, там 6 предприятий, тысяч 10, наверное, вот, и хозяева они, они стали сначала управляющей компанией, как бы они главные, управляют, а руководители института, они, ну, малярки, производство без науки загнется, вот, допустим, в нашем, в нашем, в нашем северо-западном, региональный СССР, концерт на Алмаз-Антей, Абуховский завод, вот его дирекция, и генеральный директор, вот они привыкли, что они завод штампуют, что-то такое, сейчас они всосали в себя, захватили институт радиоаппаратуры, вот, нашу нейро, ближняя навигация и посадки, институт точного времени и дальней навигации, и еще там организации, и они им, им, да, ТБСР, которые они уже ликвидировали, вот, уже, вот, пожалуйста. То есть, смысл такой, что и верхнее руководство, и среднее руководство, оно России не нужно столько не им. То есть, они даже не понимают, что вот в этом году, кстати, вот наша в нейра, должно 31 мая, мы все будем уволены, ну, и часть будет взята на Абуховский завод. Зачем механическому заводу 500 радиоинженеров, это я не знаю, ну, допустим. Но смысл в том, что уничтожение, вот эти 32 года, уничтожение интеллекта, радиотехники у Марок, и полная неорганизованность. Никакой связи снизу вверх по начальству, нет, только сверху. Значит, один старший сказал среднему, бегом беги туда, этот тому и так далее. То есть, они по бумажкам ориентируются. То есть, ну, это нарушение элементарного управления. Это система, это не просто там, на наших там, 10 тысячах человек, это вообще система. То есть, это просто убийство в БК. И при этом, погоняние рабочей силы, от забора и до обида. Чтобы оно ни о чем не думало, он заработал там, выпил пиво и лег спать. И все хорошо. Но, общее управление, на уничтожение. Вот это надо понимать. Что и этой публике, особенно вот среднего возраста, и те, кто пенсию хакал. Да, они досиживают, да, ну, еще сколько могут, пока их не выкинули молодые. И все. То есть, короче говоря, без науки, вот в этом году, они радиоэлектронику, допустим, на уничтожат. Через три года, этот же, Амуховский завод, который, который делает, ну, допустим, пусковые установки, с радиоэлектроникой. Сейчас, тем более, что запад-то грамотно делает, он электронику зажимает, и новая электроника появляется. Значит, ну, нельзя впрямую переделать на китайскую или что-то, нужно переразводить. А для того, чтобы переразводить, перерабатывать алгоритмы, нужны мозги. А образование россияне угробили, и школьное, и институт. То есть, через, в этом году, короче говоря, будет уничтожена НИИ, через три года, все эти заводы сдохнут, гарантированно. Они не смогут просто, никакой там производительной струны не будет. Потому что они не смогут, уже не могут. Даже советское повторить. Товарищи, ну, да, все, конечно, вот это, все близко, все это, мы знаем тоже, видим, вот как это происходит. Но настало время действовать. Хочется сказать, что, в общем-то, делать, что делать, мы знаем, достаточно знаний, теоретических, вот, как, значит, составить коллективный договор, как, значит, что делать, да, вот есть у нас комитеты, да, теоретическая база, вот, но вот не хватает активных действий, да, вот коллективных, коллективных действий. то есть, вот я хочу призвать товарищей рабочих, вот, осознать то, что происходит сейчас, действительно, все рушится, все уничтожается, и действительно, угроза, угроза России сейчас идет, если, если, если сейчас рабочий класс не поймет это, не начнет бороться, да, за свои права, за, за увеличение производительности труда, вот, то, не знаю, без этого нам не победить, то есть, без, без, значит, реорганизации тыла, без мобилизации, мобилизация, нужна мобилизация в тылу, вот, ну, а это есть производительность труда, залог этого, вот, это вот надо очень четко понять, вот, в Великую Отечественную войну производительность труда выросла в два раза, два раза, вот, ну, сейчас я не знаю, какие темпы, но, очень медленные, судя по тому, как, ну, вот эти проценты, там, какие-то мизерные, значит, единицы процента, вот, рост экономики, да, и такой конкуренции сейчас мировой, да, ну, это вообще ни о чем, это просто слезы, вот, и наша, наша роль в этом, рабочих, очень велика, вот, никто тут, ну, за нас это делать не будет, то есть, просто, а тенденция капиталиста всё оставить как есть, да, вот, а также дальше ехать, вот это всё проблемы замести под ковёр и делать вид, что у нас всё нормально, это вот тоже, это наше всё, да, вот это показуха, да, вот, но мы-то видим, что, что это ничего не меняется так, вот, и это, ну, получается, что это, ну, угрожающая ситуация, опасная, вот, так что, дело наше правое, будем бороться за повышение производительности труда, сохранение, природа, за сохранение, да, сохранение развития, совершенно верно, то есть, чтобы, страна будет развиваться, мы будем развиваться, рабочий класс, производство, и будем жить лучше, да, да, давайте за это, как говорится, на это оптимистично, я закончу за место, спасибо, Дмитрий Юрьевич, значит, встречаемся в следующий четверг, тема занятия природа фашизма и его современные проявления на Украине и в мире, читает лекцию первый секретарь Шакарус Ротте Виктор Акаченко, спасибо, Субтитры создавал DimaTorzok